Всем привет! С вами Михаил и вы на канале Автограф, посвященном покраске автомобиля. Всем известно, как выглядит правильный окрасочный факел. Но иногда он принимает довольно причудливые формы. Почему это происходит и как это исправить? Давайте разбираться! Часто причины этому довольно простые. Например, несбалансированное соотношение подачи краски и воздуха. Или неправильная выбранная вязкость лакокрасочного материала. Но могут быть факторы и посерьезнее. Засорение, износ или повреждение деталей краскопульта. Форма в виде восьмерки. По сути дела, это недостаток материала в середине и переизбыток краски по краям факела. Причиной этому могут быть либо недостаточная вязкость материала, либо слишком высокое давление. Давайте попробуем поставить правильное давление и посмотреть, как изменится факел. Но может получиться и так, что и давление выбрано правильно, и вязкость материала подобрана верно. А восьмерка все равно присутствует. Это значит, что система распыления не подходит к вашему материалу. Но это тоже можно исправить, немного сузив факел пистолета. Обратная ситуация. Это когда переизбыток краски в центре. Тут все наоборот. Это либо слишком густой материал, либо низкое давление на входе. Грушевидная форма с утолщением в верхней или нижней части и смещение лакокрасочного материала влево или вправо. Так называемый банановидный профиль. В нашем случае два в одном. Такие отклонения, скорее всего, вызваны засорением воздушных каналов в воздушной голове или в дюзе. Чтобы убедиться в этом, просто повернем воздушную голову на 180 градусов. Если отпечаток тоже повернется, значит проблема в ней. Если форма отпечатка не изменилась, значит вопрос и к дюзе. Она может быть загрязнена или деформирована. Итак, мы видим, что за банан у нас ответственна воздушная голова. А чтобы избавиться от груши, надо разбираться с дюзой. Пульсация факела. Причины могут быть две. Попадание воздуха в материальный канал и неравномерная подача краски. Что касается попадания воздуха, то это можно понять по пузырькам в бачке. Скорее всего, не затянута дюза. Просто надо ее подтянуть. Если помогло, отлично. Если пузыри и пульсация никуда не делись, разбираемся дальше. Проверяем места соединения дюза и корпуса на предмет загрязнений или повреждений. Повреждения в этом месте могут появиться при падении дюзы. Поврежденную дюзу использовать нельзя, так как это может привести к повреждению корпуса. А это уже замена пистолета. Если факел пульсирует, а пузырьков в бачке нет, значит мы столкнулись с неравномерностью подачи материала. Причиной этому может быть либо слишком густая краска, либо засорение отверстия в крышке бачка. Как видите, большую часть проблем с распылением материала можно решить настройкой или хорошей чисткой. Так что не забывайте ухаживать за своими пистолетами. Кстати, как делать это правильно мы рассматривали в одном из предыдущих видео. Ссылка будет в описании. А с вами был Михаил. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, нажимайте колокольчик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok